Всем халлоути ребятушки микрофона, как обычно, Дамриэль и добро пожаловать на новый ролик. Как видите, мы с вами находимся в игре House Builder, а это значит, что мы сегодня наконец-таки завершим современный дом из стекла и бетона. В общем, всем приятного просмотра. Так, я тут уже детали заказал, вот они, приехали. Самурай нам их, как обычно, доставил. Все быстро и без каких-либо проблем. Давайте воспользуемся краном. Пойдемте устанавливать. Я так понимаю, мы сейчас будем заниматься вторым этажом. И вроде как после этого останется только крышей накрыть и все, а там уже туда-сюда отделка будет. Вполне нормально. Так, давайте вот только не надо вот сейчас начинать серию с того, что я буду терять ресурсы. Аккуратно, аккуратно, пожалуйста. Очень вот тупо происходит то, что вот эти вот бетонные блоки на кране дергаются, как будто они, знаете, просто веса не имеют. И в итоге вот летают в разные стороны. Так, что тут еще? Вот эти две штучки надо взять. Они нужны вот как раз к выходу на балкон. А, здесь типа балкон будет. Блин, офигительно, ребят. Да давай, вставай. А это что? Это B70 деталь. А где она должна быть? А, вижу. Все, окей. Так, и остались теперь стены. Хорошо. Давай еще больше дашь? Как-то странно, он их берет выборочно. Только, пожалуйста, не уезжай. Пожалуйста, я тебя прошу. Тоже сейчас опять провалится. И опять придется покупать. Так, давайте как-нибудь вот здесь подцепим, может быть. Но нет. Ладно, вроде бы нормально все. Хорошо, продолжаем укладывать. Я думаю, что так. Сейчас мы с вами установим стены. И после этого... Ой, блин. Минус одна уже точно. Скорее всего, минус вторая. Нет, пока висит. Ладно. Так вот, сейчас установим с вами стены. И я думаю, что следующий этап будет уже строительство самой крыши. Ну, потому что она здесь, как видите, очень даже напрашивается. А я могу вот выловить из реки? Нет, не могу. Окей. Ладно, давайте вот эту заберем. Ну. А она не дотягивается, прикиньте. Короче, две детали нужно покупать. Или сколько? Стоп, а почему у меня только одна? Сейчас требуется стена. Почему у меня лишние появились? Я же покупал... Я же покупал столько, сколько игра меня просила. Б100 и Б50. Это будет где-то в конце, да? Б100, Б100. Вот она одна. И Б50. Это длинная планка. Все окей. Как едет самурай? Мне нужно, наверное, бетонную вот эту вот плиту скинуть, которая здесь осталась висеть. Да, давайте я ее куда-нибудь сейчас раскручу. И вот так вот в море выкину. Ну, а куда ее еще девать? Так, а ну, давай вторую. Все, хорошо. Это, я так понимаю, проемы над дверью. А почему нельзя сделать какую-нибудь одну цельную бетонную конструкцию? То есть сразу, чтобы был проем над дверью. Так, 70 нужно вот этих вот пять панелей, утеплителей или как их там. 13 у меня есть в инвентаре. Давайте докупим. Как, они были, по-моему, наверху. Да. Так, 30... 60... 13, я сказал, у меня есть. Ну да. Здрасте. Е. Уже подзабыл немного управления. Хотя, казалось бы, блин, день всего в игру не заходил. А ну, вот как бывает иногда. Ладно, с кем не бывает. От тупника, ребят, никто не застрахован. Погнали укладывать. А интересно, нужно будет ли сюда опять прокладывать вот этот вот полообогрев? Или это только фишка первого этажа? Посмотрим. Мне кажется, почему-то что надо будет. А может быть, просто зальем бетоном. Не знаю. Хотя, блин, знаете, вот если бы... Я бы строил такой дом себе. Я бы обогрев делал и на втором этаже. Потому что это логично. Зачем только на первом? На втором тоже хочется, чтобы пол был теплый. Правильно? Правильно. Мне кажется, вполне себе нормальное желание. А ну, пойдем сюда, сюда. Оп, оп, оп. Все. Дан. А нет, смотрите-ка. Нет. Так, а ну, уберись. Вот. Нам не предложили в этот раз укладывать сюда утеплитель. Странно, ну ладно. Как бы, опять же, да, вот повторюсь. Желание заказчика закон. Вообще не проблема. А потом сюда на пол что-то укладывается или нет? Я уже не помню просто. По-моему, мы просто с вами вот уложили вот этот вот утеплитель. Потом мы залили бетоном и вроде как все. Ну или после утеплителя мы с вами клали вот этот вот обогрев. Ну, короче, смысл в том, что вроде как это полом и останется. А там уже, наверное, знаете, владелец придет, новый этого дома, и будет, наверное, укладывать туда, может быть, паркет, может быть, еще что-то. Даже, знаете, если у вас пол с подогревом, но все равно как-то по бетонному полу ходить, мне кажется, такое. Поэтому в любом случае сюда нужно что-то укладывать паркет или ламинат, что-нибудь из этого. Я бы так, по крайней мере, сделал. Сюда не льется, да? Окей. О, прикольно. Видите, льем, но льем не льем, короче. Примерно как-то так. Где еще? А, теперь еще вот этот балкончик. Блин, это тут такая, получается, терраса прикольная. Или это не терраса? Что-то, короче, по типу этого. То есть сюда можно, знаете, поставить лежачок. Можно какой-нибудь мини-бар соорудить. И просто лежать на лежаке вот так вот с видом на море. И просто вот так вот чилить под пивко. Ну, круто. Нам теперь нужно B-160 и B-150. Давайте закупим. B-160, B-160 где-то у нас спряталась. Вот она. Она нам нужна одна, а вот B-150 нам нужно 8 штучек. Забираем. Давайте сразу в кран сядем. Чтобы, так сказать, быть готовыми. Еще какие-то проемы-то. А еще, ребят, перед серией заходил на африканский дом. Хотел там посмотреть, можно ли поставить обстановку. Но, к сожалению, нет. Там в магазине доступно к покупке только то, что было на тот момент доступно. Так, 12B-140. Очень жаль. У меня была идея туда зайти. И в том домике из говна и палок поставить какой-нибудь солидный диван. Еще каких-нибудь, может быть, украшений. Но, к сожалению, нет. Это нельзя сделать. Все, давайте теперь уложим крышу. Да, будем смотреть, что нам дальше игра предложит. Да давай. Кладись. Вот. Не чувствуется вообще веса вот этих вот бетонных плит. Ведь она так вдрыкается очень сильно, что кажется, будто совсем вообще ничего не весит. Так, она упала. Не падать, не падать. Раз, два, три. Ну, кладись. Кладись, давай. Все, и последнее. Ладно, хотя бы не в море, уже хорошо. Уже не надо будет заново покупать ничего. Теперь B80 и B60. Очень удобно ориентироваться, когда вот такие вот есть обозначения деталей. B80. Одна штука. И B60. Нам нужно пять. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Полезли в кран. Было бы очень удобно, если бы можно было закупаться, находясь в кране, чтобы не выходить. Но, к сожалению, как видите, нельзя так делать. Ничего там не улетает? Тут что-то она дрыкается как-то страшно. Ну, кладись давай. Дурная вообще. Все, одна, наверное, застряла. Да вылезай, говорю. Ну, что это вот? Ну, что она делает? Давай, ну, присобачься. Вот. И последнее. Или не последнее? А, нет, еще две. А как так? Я не понимаю, почему каждый раз у меня появляются какие-то лишние детали? Вот вы, ребят, сами видите, что я покупаю ровно столько, сколько у меня просит игра. Почему так получается, что у меня остаются каждый раз лишние детали, я не совсем понимаю. Ладно, пойдемте укладывать опять вот эти вот пену, вот эту вот утепляющую, или как она? Да не скиллы. Просто две кнопки находятся рядом, и вы могли заметить, что я периодически нажимаю не то, что нужно. Все, давайте забираем пену. Погнали. Так, мы установили леса на крышу. Очень интересно. Хотя я мог бы, наверное, как-нибудь сюда добраться и без. А может быть и нет. Так, все, я и правильно? Правильно вышел. Это сейчас, получается, мы с вами уложим вот эту вот, типа, утепляющую пену, и потом все зальем бетоном, и получается, как бы, каркас дома фактически уже будет готов. Так, а 32 это что-то новое, ну. 32, рув, ааа, битумом покрываем. Рув, битум. Сколько покупать? Ну, давайте купим 32 ровно. Все. Так, для этого же кран, я надеюсь, не нужен. Ух ты, е-мое. Так, только не разлетайтесь, пожалуйста. И вот. Все, 32 мы взяли. Пойдемте установим. Вот опять, да, неудобно, что мне нужно будет через весь дом сейчас опять переться, чтобы выйти туда на балкончик. Блин, ну хата крутая. Я бы себе, наверное, такую хотел бы. А вы бы, ребят, хотели бы себе вот такую вот виллу с видом на море или... Ну да, на море. Мы же с вами, получается, на юге Великобритании находимся. Уже как раз прямо у самого берега, скажем так. То есть, вон туда-сюда, вон можно будет при хорошей погоде через Ла-Манш Францию увидеть. Скорее всего. Так, а ну все? Да. Теперь 68 еще каких-то деталей. Это металлические пластины. Допустим, ладно. Сколько там? 68. Давайте заберем. Боюсь, как бы не вышла эта серия уж слишком короткой. Да куда ты, блин? А то, смотрите, мы с вами уже 72% сделали. Это довольно быстро. Хотя, кто знает, что будет дальше. Может, сейчас опять придется обкрашивать дом чем-то. Погнали укладывать. Блин, ну крыша солидная. Мне нравится. Очень хорошо сделано. Так, и последние 19. Давайте быстренько мы уложим. Я надеюсь, с крышей закончим. Мне очень интересно посмотреть, что будет внутри. Перфект. А это... А, это, наверное, проемы для дверей стеклянных? Или это уже мы, в принципе, устанавливаем стеклянные двери? О, блин, ребят, здесь будет панорамное окно, получается. Как же офигительно панорамное окно. Это супер круто. Так, а ну сюда. Даже, знаете, мне кажется, вот панорамное окно круче, если ты живешь где-нибудь там на 50 этаже. Ну, грубо говоря, вот в небоскребе, да? И у тебя такой вид на панораму города открывается. Ой, офигительно просто. Просто кайф. Так, а где еще? А еще здесь. Ну, опять же, стекла, наверное, не будет, да? А, нифига себе, все-таки будет стекло. Круто. Наверное, ребята, это первый дом, где все-таки есть стекло. А здесь гараж. Блин, крутяк. То, что есть стекло, меня это радует. Мне кажется, разработчики над этим домом поработали лучше всего. Лучше, чем над всеми остальными. Не, ну еще африканский дом крутой, конечно. А остальные, знаете, вот сделаны. Так. Чисто на отвали. Перфект. Теперь нам нужно... Ой, а где я? А, все. Теперь нам нужно 178 какой-то обивки. Ну, давайте. 178 какой-то обивки. Вот она, давайте 100. Ну, давайте 200, короче, куплю. Если что, остаток продам. Вот эту можно сейчас пену, я думаю, уже скинуть. Все, давай, сюда идешь. Так, а сколько сюда влезет? 100 только в руки. Я понял. И даже на шифте, видите, бежать не могу после этого. Хорошо, погнали укладывать. Так, а ну, оп, оп. Еще, знаете что? Пока не забыл. Меня волнует вопрос один. Сейчас я вам покажу. У меня есть два навыка. Вот, Own Truck, который не открыт. И Lumberjack. Тут показано, чтобы его открыть, нужно построить 10 вот I-Rated бетонных блоков. Каких I-Rated бетонных блоков, я пока не совсем понимаю. Если, ребят, кто знает, как получить эти навыки, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, может быть, мы сейчас с вами дойдем до этого, я не знаю пока что. Но что-то как-то непонятно пока. Солидный вид уже дом приобретает. Мне нравится. Вот, не понимаю только пока, что это за панели такие. Но выглядят вроде бы прикольно, а вроде бы и непонятно. Так, еще здесь давай. Оп, оп. Туда бы как дотянуться до самой крыши. Либо, конечно, с самой крыши это ставить. Сейчас попробую. Да, давай, ставься, е-мое. Что вот здесь будет, пока не ясно. Здесь же еще тоже какая-то фишка должна быть. Пока что мы до этого не дошли. Но я надеюсь, дойдем. Я надеюсь, не останется вот так вот недостроенным. Было бы не совсем, конечно, приятно. Что ж, нужно какой-то подъем в гараж сделать. Ну, гляньте, типа, что это за фигня? Так нельзя оставлять, он же не заедет в гараж. Он это, я имею в виду, новый владелец. Не самурай же на своем грузовике, это понятно. Так, оно сюда, сюда. А вот еще здесь. А еще внутри что-то нужно ставить или нет? Так, здесь я не доставил. Ну и все вроде как остается наверху, но это не точно. Где там подъем? А вот здесь еще, хорошо, давайте установим. Не, ну дом, конечно, вот прям выше всех похвал. А вот еще здесь я не поставил, давайте установим. Так, с той стороны вроде бы все стоит, хорошо. Меня волнует только вот, как здесь вот поставить. На верхушечке. Сейчас, может быть, с крыши достану. Так, мы как раз тут до лесов уже с вами дошли плавненько. Главное только с крыши опять не упасть. Пожалуйста, не падай. А ну. А ну так, если только вот на ощупь чисто ставить. Но это не очень удобно. Так, и вот эта часть последняя. Только, видимо, придется все это делать в прыжке, потому что с крыши поставить не получается. Тут слишком низко. Вот здесь достать тоже проблемно, я вам скажу. А где еще две? Ой, как поставил. Так, теперь мы устанавливаем оставшиеся стекла. Вот эти леса бы желательно убрать, они портят вид. Мне кажется, мне они уже не нужны. На крышу я уж точно не пойду. А, здесь будет тоже балкон и полностью вот так вот застекленный панорамой. Офигительно. А что вот только внизу еще? А знаете, что я думаю, что будет там вот внизу, где я вам показывал, вот в уголке? Возможно, там будет какой-то фонтан, либо, может быть, мини-бассейн. Ну, а почему нет? Вот, вот здесь. Он так и напрашивается здесь. Может быть, какой-то просто, знаете, возможно, какой-нибудь палисадник или еще что-то. Так, нам нужно 20... А, нет, что нам нужно? А что нам нужно? Ну, я не понял. А ну-ка. А, подожди-ка. А как мне внутрь зайти? А, вот все. Я насквозь стекло прохожу. О чем мне, о чем мне здесь устанавливать-то? Как видите, игра мне не показывает. Ну, допустим. Ладно, давайте посмотрим в магазине. Форум Work Plank. Может, вот это. Воден Флор. О, смотрите-ка. А лестницы где? Воден Оутсайд. Нет, это не то. Воден Стер. А, вот, скорее всего, она. Ну, давайте 20 штук возьмем. Я не знаю, хватит или не хватит. Можно как-нибудь? А, можно, хорошо. Возможно, это она. Но почему-то, видите, игра мне не пишет о том, что именно эта деталька мне нужна. Ну, ладно. Я надеюсь, я угадал. Да. Я угадал, отлично. Пойдемте. Оп, оп, оп. Так. Вот посмотрел, да, в магазинчике. И меня очень радует, что здесь хоть какая-то, знаете, адекватная есть отделка. Впервые, казалось бы. Поэтому, я думаю, что вот конкретно этот дом мы с вами 100% обставим каким-нибудь декором, там, мебелью, диванчиками, стульчиками, креслицами и все в таком духе. Еще бы стены чем-то отделать. Но я надеюсь, такая опция тоже будет. Но вроде бы как, да, по товарам, которые есть в магазине, мы можем сделать вывод, что пол у нас точно будет обделан. Еще вот если будут обделаны стены, я реально кайфанул с этого дома. Сюда, сюда, сюда. Ай, блин, не хватило на комнату. Так, а где еще? А, теперь, наверное, на втором этаже укладывать. Пойдемте уложим. На балкончике вижу, да, есть. Но все равно, как-то еще много запчастей остается. Ну, либо же я опять не заметил и поставил, не поставил, вернее, на первом этаже. Ну да, пойдемте проверять. А, вот еще здесь есть. Значит, нет, скорее всего, ребят, я все сделал правильно, просто не заметил, что на втором этаже еще есть два балкона. Так, все. А, нет, не все, а где еще забыл? Ну, не на крыше же, но это явно. Пойдемте смотреть. Так, тут не укладывается. Там я уложил, здесь уложил. Возможно, на первом этаже я где-то пропустил. А где я пропустил, я пока не вижу. А вот раз, два, три, четыре, все. А дальше? А дальше мне опять игра не говорит, что мне нужно сделать. Ну, пойдемте смотреть. Будем искать, что у нас подсвечивается и уже тогда что-то делать. Да ну. А вот. Это... А, это вот как раз, наверное, деревянные панели. Ну, давайте возьмем. Сколько? Ну, штучек 100 пускай будет. Чисто проверить. Ну, вроде как, похоже, что это они. Немного недоработан, как видите, дом. В плане того, что на некоторых этапах не показываются подсказки. Ну, и ладно. Мы уже профессиональные строители, поэтому сами догадаемся. Вот видите. В итоге-то я был прав. Прав. А почему на первом этаже? А, на первом этаже это так и должно быть. То есть, знаете что? Это, походу, типа декоративных плит для пола бетонных. Причем. Блин, прикольно. А наверху, видите, хозяин попросил уложить ему деревом. Все. Ну, хорошо. Желание клиента, закон. Так, главное, только в окно не выйти случайно. Сколько еще надо? А вот непонятно, сколько надо. Так, куда ты? Так, 100 давайте еще возьму. Ну, возможно, этого тоже не хватит. Я не хочу сильно много покупать, потому что потом будет продавать очень тяжело. Когда у вас ресурс, которого много в стаках, вот видите, вот по 100 штук, его, когда продаешь, он вываливается просто всей кучей и засирает в округе все, что только можно. Мне лично это не нравится. Я хочу как-то более культурно все делать и не оставлять после себя какой-то срач. Ну, это же неправильно. За собой нужно убирать. А вообще, по факту, надо не срать, чтобы потом убирать не пришлось. Вот поэтому я и не хочу сразу покупать много панелей. Да, скорее всего, сотни еще останется сюда. Ну, если что, ладно, уж придется аккуратненько как-нибудь допродать. Ну, да, видите, это такой вот пол специальный бетонный, но как бы он декоративный. Блин, офигеть, красивый паркет. Очень красивый. Блин, осталось 18 штук. Я надеюсь, их хватит. Иначе будет неприятно. Ну, да, их не хватило. Так, а сколько я могу? Ну, давайте штучек 5-6 возьму. Я думаю, будет достаточно этого. Да, хорош тебе сигналить. А, нет, стой, 6. Вот эту отдай. Как будто я вот не знаю, что ты приедешь. Каждый раз сигналит. Достал уже этот самурай. Так, кладем и... Great. Теперь опять стекло. А, это балкончик. И... То есть, видите? Ну, да. То есть, это получается стекло вот в качестве... Ну, вот этой вот нижней части балкона. Не знаю, как она называется. Тоже прикольно. А здесь что? А, здесь так же. Уберите эти леса, блин. Почему игра не убирает их? Мне они не нравятся. Они здесь больше не нужны. Убирайте, портите весь вид. А здесь? А, все? А где еще? А можно леса убрать? Алиса, как видите, не убираются. Пойду сейчас 3 оставшиеся доски продам. И тогда посмотрю, что там еще осталось нам поставить. Так-то 90% уже. Ну, и где? Ну, на первом этаже пока ничего нет. Вот эта, видите, часть до сих пор не закончена. Меня она очень сильно волнует. Ну, и мне как бы, в принципе, интересно, что это. Так, а теперь нужно... А, теперь нужно паркет уложить вот на ту часть. Зря эти доски продавал. Ну, давайте сотню еще возьмем, окей. Пускай будет. Возможно, на тех балконах тоже она нужна будет. Все, погнали укладывать. А нет. Другой материал. А какой? А какой? Может быть, вот этот вот панель бетонная, декоративная? Мозаичный. А, вот. Смотрите, мозаичная бассейная панель. Да, это будет бассейн, который там внизу. А что здесь ставить-то? Может быть, действительно, вот этот вот пол? Но по текстуре не похоже. По текстуре вот похоже реально на эти доски. А что здесь еще есть из панелей? Вот это может быть. А, вот. Wooden Outside Dekking Panel. Точно, нам они нужны. Давайте сразу возьму 72 штуки, чтобы сразу заранее взять на второй балкон, потому что там 100% тоже потребуется. Давайте проверим, прав ли я был. Да, я был прав. То есть, это специальный паркет для балконов. То есть, правильно, когда будет идти дождь, сюда же будет заливать, поэтому здесь нужна древесина, которая будет более устойчива к влаге. А, теперь... Теперь бассейном надо заниматься. А зачем я этот эти доски покупал? Мозаичная вот эта вот панель. Ну, давайте сколько? Ну, давайте 50 возьму. Хотя, наверное, этого много. Она же сюда требуется. Но я могу предположить, что она. А может быть и нет. А ну-ка. Давайте возьмем сразу упаковочку. Так, пробуем. Да, она. Да, здесь будет бассейн. Я был прав. А вот с этой частью становится стекло. То есть, прикиньте, у вас будет полупрозрачный бассейн. Полустеклянный. Блин, ну это круто, круто. Сколько ж интересно вот стоит такой дом построить? Наверное, до хрена. Так, еще даже не хватило. Ну, давайте еще полтинничек возьмем. Да, офигеть, конечно. Лакшери прямо вилла получается. Самый, наверное, лучший дом из тех, что мы строили. Ну, в плане того, что вот он современный, он дорогой. Я думаю, по-любому бы выбрали себе такой дом, чем там какой-нибудь каркасный в Канаде. И теперь залить надо. А мы будем заливать? А, вот так это делается. Хорошо, я понял. Все. Так быстро. Суммарно 30 минут 31 секунда. Но это вроде бы как показывается сессия, которая вот сейчас была. Потому что, ну, явно мы с вами не 30 минут строили. Там, с учетом того, что я вырезал дофига, первая серия была 26 минут. Так что, да, это показывается время, сколько мы находились вот именно сейчас, после загрузки. Так, давайте остаемся здесь. Блин, как же он выглядит офигительно. Ну, согласитесь, да? Вот это бассейн. Просто кайф. Блин, шикарно, конечно. Ладно, давайте посмотрим, что мы можем сюда купить. Деталей-то у нас много. Столик. А, ну вот, смотрите, можно поставить столик. Ну-ка, я знаю даже куда. Мы же можем на балкон поставить. Правильно? Правильно. Здесь? Нет, здесь слишком узко. Вот здесь бы я поставил, наверное. Давайте такой попробуем. Так, сюда. Но вроде бы нормально смотрится, да? И каких-нибудь стульчиков парочку. Давайте как куда-нибудь вот так. Да, ну давай ты. Ну и вот так столик. Я думаю, этого достаточно. А что ты, ё-моё, делаешь-то? Так, давайте ещё посмотрим, что здесь есть. Есть всякие заборы, но они здесь явно же не нужны, правильно? Так, лавочки. Кресла, диваны. Ну, я не знаю, нужны ли кресла-диваны здесь. Хотя, знаете, я думаю, вот для начала, чтобы было, где владельцу спать в будущем, давайте поставим вот так диван. О! Всё, сейчас я, ребят, материалы продам. Блин, а то они тут достали вообще вылезать. И тогда продолжим с вами декорироваться. Всё, наконец-то продал. А то, когда начинаешь крутить предметы, листается инвентарь, и вот эти доски тоже достаются. Давайте ещё посмотрим, что здесь есть. Есть лежаки. А, я бы добавил лежаков на самом деле. А ну-ка. Знаете бы куда? Перед бассейном. Точно, точно, а ну-ка. Становись. Что-то, видите, не хочется здесь становиться. Ну, встань как-нибудь. Вот давайте так. Раз, два. Два лежака. А есть какой-нибудь зонтик? Если бы был бы здесь зонтик, было бы просто шикарно. Я вроде бы даже видел где-то. Или я не видел. Или видел, или не видел. Так, это уже материалы идут. Это нас не интересует. Ну, стол. Ну, давайте столик поставим вот такой вот маленький. Между лежаками, чтобы можно было поставить сюда какие-нибудь напитки. Далее. Здесь такие столы. А, вот есть лежак. А ну-ка. А ну-ка. О! Крутяк. Офигеть, ребят, мне очень нравится. Так, что здесь? Всякие, всякие вот эти вот декорации. Я не знаю. Мне кажется, они здесь нафиг просто не нужны. Я бы, может быть, еще что-то из мебели где-нибудь вот здесь поставил. А ну-ка. Давайте-ка посмотрим. Давайте посмотрим. На первом этаже, блин, я даже не знаю, нужно ли что-то. Вон сюда один диван и хватит. Зачем еще что-то сюда нужно? Я думаю, что в любом случае владелец новый будет еще здесь обделывать стены. А может быть так оставит. Это же тоже все-таки какой-никакой дизайн. Ну, давайте поставим сюда, наверное, какое-нибудь дерево. Вот так вот в угол обычно ставят. А еще, может быть, вот сюда. Вот. Отлично. Давайте смотреть, что еще есть. Ну, вот эти вот заборы нам 100% не нужны. Они не подойдут к этой вилле. Вот такие вот есть растенницы. Давайте, может быть, как-нибудь их вот так и вот так поставим. Чисто, знаете, подарок будущему владельцу от нас. Ну и кресло. Можно пару штучек. Кресло. Раз. Два. Я бы еще столик поставил. Я там видел один прикольный столик. Где-то он был. Такой он был квадратный и вроде бы даже стеклянный. Нет, он вот деревянный есть. А вот, вот он есть стеклянный. А, блин. Капец он какой большой. Я просто думал, это будет что-то типа кофейного столика. А такой. Ну, давайте хотя бы так поставим. Вроде бы вписывается даже сюда. Так, а что еще? Можно пару лампочек поставить. А ну-ка. Я, знаете, думаю, где можно? Чтобы подсветить как-нибудь дом. Может быть, вот так? Не, хотя нет, ребят. Фигня, смотрите. Он, получается, висит в воздухе. Но нет. Нет, это точно не подойдет. Да, блин, наверное, все. Больше нечего здесь ставить. Ну, давайте еще какую-нибудь статую. Просто, видите, вот он стоит на воздухе. Ну, это же тупо выглядит, правильно? Ну, давайте, может быть, статую. Ну, а пускай тут будет. Не знаю, для чего. Возможно, она как-то сюда даже впишется. Леса, вот которые, кстати, там стояли, автоматически убрались после завершения строительства. Ну, вроде бы мы с вами все построили, что можно было построить. Соорудили вот такой вот красивый бассейн. Если честно, я с него кайфую. Поставили немного декораций, чтобы дом выглядел поуютней. Понятно, что здесь работы еще достаточно много. Да даже вот, хотя бы нужно заезд нормально сделать в гараж. И это не говоря о том, что еще требуется отделка стен, как на первом, так и на втором этаже. А возможно, даже еще с потолками что-то нужно будет делать. Но мы с вами в игре House Builder, а это игра про строительство домов, а не про их отделку. И тем не менее, знаете, я вам могу так сказать. Из всех домов, которые мы с вами строили, кроме африканского, этот дом у меня вызывает наиболее приятные чувства после его завершения. Так как даже несмотря на вот эти вот недоделанные стены, дом все равно выглядит круто. Здесь есть отделанный балкон, причем полностью отделанный. Есть крутой бассейн. Есть панорамные окна со стеклами. А не как у нас было с вами в каркасном доме, где мы вроде бы раму установили, а стекла как такового нет. И выглядело это убого. Поэтому вот этот дом у меня вызывает наиболее приятные чувства. Ну и давайте, наверное, с вами будем заканчивать пока что с House Builder. Устроимся вот на таком лежаке. Я думаю, что нашему персонажу нужно немного отдохнуть после такого большого объема работ. Пока что новых домов в игре еще нету. Но как только добавят, мы с вами обязательно залетим и что-нибудь построим. Ну а пока что пишите ваши комментарии. А ссылка на все серии по игре House Builder будет находиться в описании и под роликом. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видосики. Ну а с вами был Дамриэль. Всем гудбайте и до новых встреч!